привет это скринкасты привет это скринкасты с вами шаромет александр разработчик из единое видео сегодня мы с вами поговорим о c++ рассмотрим очень простую банальную тему подключение библиотек в данном примере у нас есть небольшая функция main и hello world единственное отличие от стандартного hello world в том что у нас используется библиотека fmt как это сделать в современном языке есть множество инструментов и наш любимый это cmake здесь написано много страшного кода но самое интересное скрывается вот в этих строчках find package fmt required и так далее довольно большая часть разработчиков совершенно не понимает принципа работы find package хотя он очень удобен и самое интересное что сегодня я вам объясню как можно и не понимать его и прекрасно использовать начнем с самого простого что делает эти магические 11 строк предположим у нас где-то магическим образом появится файлик который расскажет нам где лежит наша библиотека fmt все о том где лежат инкруты где лежат библиотеки все необходимое соответственно и вот эти строчки нам об этом и скажут значит 11 строка говорит что нам библиотека нужна если она нашлась на 13 подключи заголовки на 14 подключи саму библиотеку все магическим образом образовалась все само все хорошо остается вопрос где же взять этот страшный файлик для библиотеки fmt есть возможность зайти в документацию сходить на гитхаб и о чудо у нас она поддерживает этот самый формат find package все будет хорошо все будет прекрасно мы сможем найти но у нас возможно будет 2 3 4 библиотеки и еще хуже что возможно у нас будет библиотека из гугла которая не поддерживает fsmake которая собирается 40 минут и в которой еще порой бывают ошибки что нам делать теперь существует огромное множество разных систем сборки и каждая библиотека считает своим долгом сделать свою уникальную как нам быть нам не хочется собирать это заново не хочется изучать каждую по новой и мы с вашим в этом вставление совершенно не одиноки поэтому сообщество придумало такую вещь как пакетный менеджер и мы с вами сегодня рассмотрим один из них это кона собственно мы сейчас с вами находимся как раз на сайте кона и давайте найдем библиотеку fmt которая как оказалось у нас есть что мы здесь видим итак во первых библиотека уже добавлено во вторых она поддерживается mac osio она поддерживает нашу архитектуру и она поддерживает наш компилятор это все что нужно знать в наших проектах мы очень часто компилируем под все платформы это и arm и x64 под все операционные системы windows linux mac это должно работать везде одинаково нам не хочется пересобирать то заново кон он обеспечивает нас тем сам хорошо у нас есть прекрасный рецепт давайте попытаемся его использовать как это делается и так первое что нам с вами нужно это установить наш прекрасный менеджер кона начнем как же поставить кон если у вас стоит питон то делается это в одну строчку пип 3 install кона волшебство произошло давайте проверим что мы установили кона да все есть в первую очередь значит мы с вами сготовили небольшую демонстрацию у нас есть с вами библиотека fmt и мы скопируем скриптовый файл себе и посмотрим что у нас там спряталась это небольшая заготовка давайте его рассмотрим класс example кона файл какое-то имя версия настройки генераторы давайте разбираться значит что от нас хотят у нас есть некоторый набор генераторов семейк и семейк файнд это то что будет писать нам скрипты для сборки то есть тот самый find package который нам нужен для fmt напишет за нас этот прекрасный генератор спасибо нам требуется указать имя нашего будущего скрипта и версию оставим пока example не будем углубляться в подробности настройки позволит нам при необходимости писать более сложные скрипты учитывать какая версия операционки в если там linux то давайте попробуем одно если windows попробовать другое и так далее начну самый главный интересный факт который у нас есть это requirement то есть вот эта закомментированная строка позволит нам совершить всю магию которая сегодня будет происходить итак мы с вами сходим на сайт кона на скопируем название библиотеки и добавим ее вот сюда теперь остается запустить итак мы с вами находимся в директории fmt давайте сначала мы попытаемся сгенерировать семейк он выдаст нам ошибку но сгенерировать нам семейк билдебаг собственно мы ожидаем что в этом семейк билдебаг у нас будет как раз находиться та самая тот самый волшебный файл об этом нам говорит вот эта пятая строка что нам модули нужно искать соответственно в папке binradir binradir вот она соответственно давайте запускать итак мы переходим директорию семейк билдебаг и запускаем Conan install поставь нам все что нужно пожалуйста пробуем fmt сначала не был найден потом он скачался все requirement у нас установлены давайте посмотрим что получилось итак у нас образовался find.fmt.cmake то есть наш магический файл у нас появился сейчас даже заглядывать туда не будем попробуем запустить наш проект семейк перезапущен он все нашел собираем запускаем и да здравствуй мир все прошло удачно то есть технически нам в данном случае даже не потребовалось узнавать как это работает то есть сюда мы пишем название пакета и дальше как видите он несколько раз повторяется все все необходимые компоненты мы выполнили возможно вам потребуется добавить там define или какие-то еще вещи но в целом это будет делаться по тому же сам принцип хорошо это была разминка теперь перейдем к более сложным вещам предположим что мы нашли на гитхабе какой-то небольшой проект давайте его рассмотрим по счастливой учрежденности я его уже скачал значит у нас есть какая-то библиотека она как-то тестируется она не может найти g-test но не принципиально значит собственно что у нас тут интересного есть это какая-то демо библиотека она использует класс кутернен у него есть конструкторы деструкторы нас это не очень интересует хорошо мы понимаем как использовать никакой документации есть какие-то тесты с ним можно жить она работает возможно давайте посмотрим что она предлагает разработчик этой библиотеки и так значит он в данном случае примерно так же продвигается как и мы то есть у него есть Conan файл смотрите о он на том же уровне понимания что и мы собственно ему требуется g-test он использует те же самые генераторы как и мы то есть но очевидно что его проект не будет добавлен в общей репозитории и нам придется как-то разрабатывать этот класс дальше самим но он пошел немножко дальше обратите внимание в его семейке есть интересные конструкции в первую очередь это конструкция if можно особо не углубляться в ее содержание она находится на сайте самого Conan разработчика она говорит о том что для семейка предоставлен есть репозиторий с опертками и можно запускать те самые команды которые только что он продемонстрировал то есть Conan install прямо внутри семейка то есть соответственно вот эта вся часть отвечает за подключение 14 строка отвечает за запуск хорошо есть у нас с вами эта конструкция прекрасная но легче нам от этого не становится предположим она работает ладно у нас есть несколько версий возможно этой библиотеки будем рассмотреть это как первое что нам нужно делать дальше нам придется сейчас самим собрать тот самый рецепт сделать все необходимое чтобы мы могли эту библиотеку развернуть у себя и поделиться с товарищем давайте приступим итак у нас есть несколько вариантов как это сделать вариант 1 элементарный в данном случае мы описываем тот же самый класс и обратите внимание нам в этом классе даже не нужны генераторы то есть мы не собираемся сейчас создавать какие-то файлы под свой проект для сборки мы собираемся наоборот упаковывать значит имена приобрели более смысленно значение то есть у нас есть квадранен соответственно он отражает сущность нашей библиотеки название версию пока ставим ту же самую настройки тоже не будем трогать и обратите внимание на ново появившиеся конструкции давайте разберем их по порядку конструкция source то есть она позволяет вам доставить наш исходный код до для сборки соответственно как это все будет работать первое отрабатывает функция source какую-то директорию она складывает все необходимые нам исходные данные далее отрабатывает функция build она берет и собирает наш проект ну в данном случае не наш а ту самую библиотеку которую мы с вами выбрали она лежит по счастливой случайности на гитхабе ее можно склонировать шаг третий после того как библиотека была собрана нам нужно из нее выдрать некоторые конструкции то есть нас интересуют наши заголовочные файлы и библиотеки хорошо и четвертый файл четвертая часть package info кажется не совсем нужной но те самые генераторы как раз будут ориентироваться на метод данные которые мы здесь описали то есть собственно то где брать наши заголовочные файлы то как называется наша библиотека и то собственно где лежат сами лип файлы хорошо разберем подробнее во первых у нас заголовках появилась новая конструкция cmake tools tools и cmake это конструкции которые позволяют нам обращаться с некоторыми общими инструментами которые как правило нужны нам для описания такой модели собственно очевидно что нам нужен гид для того чтобы скачать все из гитхаба то есть и конструкция git clone думаю знакома всем здесь она обернута в некоторый вызов второе конструкция cmake то есть мы ее точно также описываем ну и дальше стандартные шаги нам нужно сконфигурировать код нам нужно его собрать те кто пользуется хотя бы раз cmake знакомы с этой конструкцией ну и собственно копирование self copy тоже думаю никакой особый вопрос не вызовет собственно это будет расположено в итоге в директориях include и lib давайте попробуем запустить и посмотрим что у нас получилось для сборки используется некоторая другая команда называется conan create conan create . запускаем у нас отрабатывает source отрабатывает build что-то происходит библиотека собирается потом упаковывается package info что-то произошло давайте теперь заглянем под капот во первых сходим в нашу домашнюю директорию и посмотрим что у нас там есть и обратим внимание что у нас есть скрытая директория conan это то что нас интересует в ней много что располагается нас интересует папка дата обратите внимание смотрите у нас уже есть fmt gts да это те самые fmt и gts которые мы только что скачивали и тот самый квадренеон с которым мы работали обратите внимание версия 1.0 как мы договорились дальше папки интереснее путь у нас ведь нижние подчерки нижние подчерки и мы сейчас обсудим что же у нас лежит дальше о та самая директория source в которой все было скачено cmake list квадренеон то есть те самые исходники которые мы только что скачивали директория build в которой вся магия происходила да cmake файлы make файлы все для сборки и директория package со страшным названием в котором лежит метаданные include и либо давайте заглянем в либо ради интереса и там лежит собственно та самая библиотека которую мы только что собрали либо квадренеон точка классно так что с тем делать дальше давайте попробуем протестировать что у нас получилось так я думаю из-за квадренеона нам потребуется очень позднее и у нас страшным неожиданным образом обнаружилась программа для тестирования она выглядит уже знакомым вам способом точно такой же canon файл только requirement у нас описано через квадренеон на 1.0 это то самое название библиотеки которые мы до этого указали я немножко схитрю и дальше буду использовать встроенный инструмент для c-line мне каждый раз не хочется вызывать сначала Conan install ходить в соответствующую директорию поэтому я поставлю плагин он у нас отбородится здесь и мне требуется настроить первое что мне нужно указать это профиль к профилю мы вернемся чуть позднее у нас есть профиль дефолт мы его выбираем после этого запускаем c-make сначала отрабатывает Conan потом отрабатывает c-make все хорошо можно стартануть процесс exit code 0 то есть то как ожидалось он почему-то сам сам нашел квадренеон нашел все необходимое то есть то как мы хотели что произошло в этой самой скрытой директории .conon лежит локальный кэш то что находится на вашем компьютере то есть и в этих папках он и будет искать те самые пакеты которые ему нужны очень удобно для начала мы будем работать точно так же с локальным пакетом мы будем усовершенствовать наш скрипт решать новые задачи а потом поделимся этим с миром итак версия номер один нам уже знакома попробуем усложнить задачу версия номер два что у нас добавилось обратим внимание что наша библиотека имеет процесс развития и время от времени ребята выпускают релиз давайте посмотрим что было в релизе номер два итак в релизе номер два они добавили сферическую линейную интерполяцию какие молодцы хорошо что они это сделали но возможно нам хотелось работать и со старой версии с новой кто-то завязан на один код кто-то на другой они что-то поправили что-то изменили какие-то баги убрали на которые мы ориентировались как на фичи что нам делать давайте оставим два пакета для версии номер один для версии номер два и хотелось бы чтобы собиралось оно как-то ну само что нам для этого нужно во-первых обратите внимание у нас в папке появился теперь Conan Data YAML к нему мы сейчас вернемся а пока посмотрим на Conan файл тот пай итак какие изменения основное изменение у нас произошло в первую очередь вот в этой строке теперь наши исходники скачиваются в два этапа первый этап они клонируются а дальше мы переходим в следующую commit точно так же мы с вами поменяли здесь директорию в которой будут лежать исходники с базовой self-sort directory кстати я забыл сказать что есть в Conan некоторый набор встроенных переменных на которые мы можем ориентироваться вы их можете посмотреть в документации точно так же мы создаем с вами инструмент для гита клонируем и переходим ко второй части check out мы хотим выбрать ту самую версию с тем самым коммитом на котором мы находимся итак коммит это self-conon data versions self-versions классно откуда мы это взяли а взяли мы это из того самого ямл файла у нас здесь есть versions у нас есть некоторые названия и здесь есть номера коммитов то есть я просто скопировал номер коммита и вставил файл итак у нас есть версия номер 1 которая та самая которую мы собирали ранее и версия номер 2 которая поддерживает фиридическую интерполяцию хорошо вернемся к нашему Conan файл то есть в нашем случае построены переменные у нас есть versions по которым обращались и 1.0 2.0 это та самая версия к которой мы обращаемся но обратите внимание у нас теперь name и вообще нету строчки version мы теперь будем ее подавать извне давайте соберем теперь этот пакет в остальном практически ничего не поменялось единственное что у нас теперь директория конфигурации тоже сменилось на source directory чтобы можно было собрать из другого по другому пути Conan create точка но этого недостаточно нам теперь нужно указать полное имя нашего репозитория потому что у нас больше нет версии и мы не откуда ее взять quaternion 2.0 но этого недостаточно помните про те самые магические пути нижние подчерки нижние подчерки нижние подчерки сейчас мы их добавим тоже теперь все в порядке и я в этот раз объясню что это такое здесь у нас находится так называемый user а здесь channel возможно вы работаете в какой-то команде и к примеру мы хотим написать сюда вконтакте и stable то есть все будут знать что это для нас и это хорошая версия или возможно это будет тестинг то есть тем самым мы сможем одновременно хранить множество разных пакетов они могут находиться в разных юзерах под разными каналами и слегка отличаться и быть даже с полностью похожими когда мы будем их выкачивать нам конечно придется указать тот самый путь но давайте дальше пользоваться путем по умолчанию для простоты итак собираем версию номер 2 обратите внимание при сборке package упаковал теперь два заголовочных файла то есть смотрите quadrnion.slurp.h действительно в нашем случае теперь есть и второй файл давайте это проверим в нашем тесте что нам нужно изменить наш colon файл рассчитан на requirement 1.0 ну поправим нам нужен второй перезапустим CMake и попытаемся добавить новый заголовок и он появился да мы его сейчас использовать не будем но он есть мы можем ориентироваться достаточно просто то есть с точки зрения техники у нас сейчас в нашем скрытом скрытой директории Conan в папке data под названием quaternion появилось две папки 1.0 и 2.0 где лежат разные пакеты очень удобно соответственно мы в эти версии можем положить при необходимости под разные компиляторы под разные платформы те самые страшные числа которые у нас в названии пакетов фигурируют давайте посмотрим еще раз они как раз таки говорят это некая хэш сумма которая говорит о том что там на самом деле закодирован то есть там компилятор платформа и все остальное разбираться смысла сейчас особо нет но мы понимаем что они уникальны это позволяет нам хранить много разных версий одновременно на этом все продолжение в следующем выпуске скринкасты скринкасты